Всем привет, это ВУЗ Блог, меня зовут Алексей Калашников. Прямо сейчас команда нашей программы расскажет вам все самое интересное о студенческой жизни крупнейшего ВУЗа региона. Новостную ленту мы уже обновили, поэтому начинаем. Что такое гигиенический инжиниринг? Впервые на юге России этот вопрос обсудили на площадке Северокавказского федерального университета. Здесь прошел международный семинар по пищевой безопасности. Организатором выступило Европейское объединение гигиенического инжиниринга и дизайна. СКФУ – один из представителей этой организации в России. Кстати, курсы по гигиеническому инжинирингу читают только в двух российских ВУЗах, и один из них – СКФУ. В ходе семинара опытом делились гости из Армении и Македонии, представители крупнейших немецких и датских фирм. Речь шла прежде всего о том, каким должно быть пищевое оборудование, чтобы исключить попадание в продукт посторонних веществ, примесей и микробов. Хотят предприятия или нет, они обязаны в ближайшее время разработать и внедрить эти системы, которые будут обеспечивать безопасность производства продуктов питания. Как это сделать, какими технологиями, которые основаны на результатах современных научных исследований в этой области – это, в принципе, наша прямая задача, как образовательной организации – помочь этим предприятиям, создать условия, в рамках которых это можно будет сделать наиболее эффективно. В рамках семинара обсуждалось также сотрудничество между реальным экономическим сектором и наукой. У нас есть очень хороший практический опыт, да, здесь, в Северокавказском федеральном университете, есть хорошая научная база, которая позволит нам сделать хорошее научное исследование, имея хороший практический опыт, имея опыт по другим исследованиям. И результатом будут какие-то рекомендации по правильной конструкции, по правильным методам эксплуатации, по клинингу систем водоотвода. Новые гигиенические технологии, отмечали участники, позволят сохранить здоровье миллионов людей по всему миру. На Ставрополье скоро привлекут туристов со всей страны и зарубежья. Технологии увеличения потока путешественников и отдыхающих изучали в школе по туризму, пятой по счету за этот учебный год в СКФУ. Она объединила более сотни студентов и аспирантов и проходила по принципу «минимум теории, максимум практики». Своим опытом на этот раз делились эксперты из Казани. Ребята учились переносить полученные знания в действительность с учетом местных реалий. У нас нет цели научить их делать то, что они не могут сделать здесь. Поэтому мы, прежде всего, стараемся отталкиваться именно от тех проблем и возможностей, которые есть внутри региона, внутри Ставрополя, прежде всего. В рамках работы школы студенты самостоятельно разрабатывали туристические продукты. Среди предложений – организация кемпинга в районе Комсомольского озера, проведение массовых фестивалей и тематических мероприятий. Чудеса своими руками. Студенты физики вуза устроили зрелищные демонстрации. Вот струна проходит сквозь лед, не разрезав его. Это ли не чудо? Своим глазам здесь не веришь до последнего. И все это не трюки и не фокусы, а вполне научные эксперименты. В их основе – законы физики, механики или оптики. Некоторые опыты можно провести в домашних условиях. Успех у зрителей гарантирован, говорят студенты. Для них такие демонстрации – это и шоу, и возможность разгадать очередную загадку. Конечно, очень волнуешься. Потом получится, не получится, как отреагирует аудитория, поймет она тебя или нет. Очень, ну, очень интересно. Конкурс на лучший опыт проводится в университете не первый год. Поэтому ребятам приходится искать все новые и новые загадочные явления. Но здесь мало показать сам опыт. Надо еще и объяснить, в чем секрет фокуса. А это сделать порой не так легко. Почему коробка с водой не горит под действием огня? Как превратить бокалы с водой в музыкальный инструмент? Или создать необычный летательный аппарат, пускающий молнии? У этих студентов на все готов ответ. А если с объяснением возникают трудности, разгадку подскажут профессора и однокурсники. Побывав на таких демонстрациях, уже не сомневаешься, что физика может быть интересной и увлекательной. Студенты из КФУ совершили путешествие в страну чудес. Перенестись туда вслед за известной героиней Льюиса Кэрролла ребята смогли на галоконцерте фестиваля «Студенческая весна». Создать удивительный мир своей мечты, наполнить его яркими образами и красками помогли творческие коллективы и талантливые артисты вуза. Акробатические трюки и зажигательные танцы, яркие костюмы и декорации студенты из КФУ в очередной раз удивили своей фантазией, мастерством и оригинальностью. Где еще увидишь битбоксера и флейтиста в одном лице или танцующие знаки зодиака? Удивил, например, номер сегодня в этом году в оригинальном направлении ребята, которые играют на лопате и на лире. Причем они сами сделали эту лопату, прикрепили туда струны. Ну как это нельзя оценить? И тем более они очень достойно играли. Вот такие номера, они всегда вызывают живой интерес и такую небывалую оценку. В программу вошли только лучшие номера. Просмотры длились больше месяца. По традиции каждый институт и филиал показывал свою программу. Гран-при фестиваля за лучшее представление четвертый год подряд достается Институту строительства, транспорта и машиностроения. Скоро станут известны именно тех, кто представит Ставрополье на всероссийском этапе конкурса. Где учатся самые эрудированные будущие экономисты? Это выяснили на четырех тематических олимпиадах в СКФУ. За победу боролись ребята из разных уголков страны. И помимо привычных заданий, их ждали нетрадиционные испытания и веселые конкурсы. В СКФУ идут олимпиады для будущих менеджеров, налоговиков, бухгалтеров, биржевиков. Первый этап – тестирование. Дальше студентов различных вузов ждут захватывающие интеллектуальные поединки. Просто знаний здесь недостаточно. Нужно показать нестандартное мышление и проявить творческий подход. Больше всего нам понравилась эта своя игра, потому что это было весело, свободно. Мы общались с другими командами, спокойно. То есть все прошло на позитивной ноте. Мы, я думаю, ждали больше таких специализированных вопросов. Больше вопросов, может быть, по ставкам, по срокам, еще что-то. А то, что именно организаторы подошли более креативно к этому. Поэтому использовали какие-то различные темы, как интересные налоги, забавные налоги, цитаты, афоризмы о налогах. По-новому могут взглянуть на свою будущую профессию участники викторины «Увлекательный бухучет». Ребята разделились на команды по вузам. Правила здесь просты. Кто первый называет правильный ответ, получает баллы. Азарт и накал страстей здесь нешуточные. Но даже дух соперничества не мешает найти новых друзей среди сверстников из других регионов. Обменяться опытом, применить свои знания на практике студенты могут на других командных испытаниях. Среди новых интересных форматов в этом году здесь особенно популярны кейс-румы. Ребята решают ситуационные задачи. Например, что делать конкретной фирме, если пришла налоговая проверка. Ответы дело в том, что у кейс-рум они не предполагают однозначного формулировки. То есть здесь студент сам доходит до нее, и ответов может быть множество. То есть здесь уже жюри определяет, кто был наиболее близок к решению этой задачи. По итогам испытаний в конце дня называют победителей и призеров Олимпиад. Награды получают лучшие из лучших в индивидуальном и командном зачетах. Те же, кто не вошел в число таких счастливчиков, тоже не остались в накладе. Домой они увезут не только воспоминания об Олимпиаде, но и полезные знания и навыки, которые пригодятся им в будущей профессии. Ваша любимая рубрика «Стутвит» выкладывая фотографии в социальные сети с хэштегом «СКФУ», вы получаете шанс попасть в нашу программу и получить свою минуту славы. Суббота утро. Кто-то только просыпается, а наши студенты уже заняты важными делами. Ребята приняли участие в субботнике. Надеемся, что это станет доброй традицией. День рождения настоящей дружбы, сплоченности и семейности. СПО «Классики» празднует свое 13-летие. Потому что классики. Потому что семья. Поздравляем. Мастер-классы по оригами или ораторскому искусству стали уже привычными в «СКФУ». А вот это что-то новенькое. В УЗИ прошел мастер-класс по аромамагии. Ребята своими руками создавали уникальные ароматы. Ждем парфюм под брендом «СКФУ». На этом все на сегодня. Чтобы узнать больше, заходите на официальный сайт Северокавказского федерального. Это была программа «Вузблог». Меня зовут Алексей Калашников. Увидимся в стенах университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова